100 тысяч литров кислорода в год производят одно дерево. Поэтому лес – это действительно легкие планеты. Оберегают, защищают и восстанавливают лесные насаждения люди, всей душой преданные своему делу. 20 сентября работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник. Около 40 лет работает в городском лесничестве Константин Амельченко. За это время прошел много должностей, был техником, мастером леса, помощником лесничего. Он знает о Саровском лесе все. От пожаров, самовольные порубы, лесовосстановлением занимаемся, расчисткой просек, опасных деревьев. Мы выполняем свои задачи. Выполняем их мы, я считаю, на высоком уровне. У нас такие люди, особенно кто остались из старых работников, мы очень преданы этому делу нашему лесному. Разговор накануне профессионального праздника получился совсем не праздничным. Ситуация с лесами в мире, в стране и в Сарове одинаковая. Люди перестают заботиться о зеленых легких планеты. Константин Амельченко считает, что эту проблему надо решать сейчас. Экосистема леса очень хрупкая. В свое время в Сарове жуки-караеды погубили более 70% хвойных насаждений. Но не только болезни и вредители губят деревья. Типограф. У нас уничтожил 70% еловых насаждений. Еловый типограф. Ну, это караеды. И уничтожали они живые деревья, поражали. Ну, понимаете, в природе так все грамотно. Ну, значит, так надо было природе. Зато оставались даже на огромных площадях уничтоженных деревьев. Караедом эти деревья умирали. Все равно оставались какие-то, как будто они чувствовали. Вот дерево с шишками, дальше обсеменение и начиналось возобновление. Сам жук себе же не навредит, чтобы исчез. Он должен оставлять будущим поколением. Понимаете, как все умные, хитрые. Его называют вредителем леса. А на самом вредителе леса-то это человек номер один. За доказательствами варварской деятельности человека далеко ходить не пришлось. Лес тонет в мусоре, который оставляют люди. А края Носоровского леса почти везде завалена бутылками, пакетами, пластиковыми упаковками. Место, куда нас привел Константин, сотрудники лесничества очистили только два дня назад. Но горожане снова набросали там мусор. Мы сохранили вот эту лесную охрану, как я еще подчеркну, благодаря администрации. Они поняли, что без лесников как. У нас у лесников обходы остались. Все как положено. Лесники и чистят просеки, завалят просеку. Опасные деревья тоже мы делаем. Мусор убираем. Сейчас у нас есть такая обязанность. Еще одна проблема – это слабое материально-техническое обеспечение. Как нам сказал Константин Амельченко, в автопарке Саровского лесничества всего две машины. Одна из них требует либо капитального ремонта, либо списания в металлолом.